МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во всяком случае, первые 10 минут. С декабря прошлого года в Севастополе реализуется проект по гранту президента России «Весы и Фемиды. Равные гарантии защиты прав жителей города Севастополя». Он направлен на оказание безоплатной правовой помощи. В рамках этого проекта сегодня очередной выпуск программы Совета юристов. Спешу представить мою гостью. Это Алена Сергеевна Павленко. Юрист проекта. Добрый вечер. И спасибо, что в этот уже по-ненастному холодный вечер вы сумели прибыть в нашу студию вовремя. И мы с вами сейчас начнем нашу привычную работу. Давайте все-таки напомним нашим телезрителям, особенно тем категориям, которые попали в этот проект или в этот грант, что же представляет собой сам проект и какие категории граждан могут воспользоваться, так сказать, вашими услугами в рамках этого гранта? Сам проект рассчитан на помощь жителям города Севастополя, которые имеют социальный статус, льготную категорию граждан, а именно это инвалиды первой и второй группы, пенсионеры по возрасту, малоимущие, многодетные, ветераны Великой Отечественной войны. Ну, также список не ограничен, там, как говорят, расширен. 12 категорий, по-моему. Да, но это основные категории, в принципе, которые и обращаются в основном. По сути. Хорошо. Немножечко о формах. Какие формы включает самопонятие, да, безоплатная правовая помощь? Включают следующие формы. Это устное консультирование, как и в телефонном режиме, так и при посещении лиц в офис непосредственно Севастопольского центра права, где мы проводим консультации от миротворца. Также это составление различной формы юридических документов и непосредственно представительства в судах. Конкретно льготных категорий граждан. Ну, очевидно, консультирование превалирует в этом. Да. В этом перечне услуг, так сказать, юридических. Проект, в общем-то, существует с конца прошлого года, с декабря прошлого года. Уже почти год. Да, уже почти год, совершенно верно. И уже какие-то итоги, а мы ежемесячно какие-то итоги проводим. Подводим, да, и вот сколько граждан Севастополя воспользовались этой возможностью, пришли к вам и получили квалифицированную юридическую помощь в той или иной форме. И в какой форме, да, вот давайте так. Ну, скажем так, большое количество, очень большое количество граждан получило, как и письменные, так и устные консультации, также и представительство в суде. Есть оконченные дела нашими коллегами-командой от Весефемиды нашего проекта. Есть наработанная положительная практика касаемо пенсионных дел. То есть, это касается конкретно стажа, который был при Украине, и включение данного стажа. 218 закон, да? Также касаемо снятия обременений с недвижимого имущества, которые накладывались по долгам при украинских банках. Ну, многое другое. Инвалидам помощь была оказана, особенно детям-инвалидам. По поводу получения лекарств. Практика судебная именно в удовлетворении. Хорошо, это все прекрасно. Это все прекрасно. А вот много ли случаев в рамках, опять же, этого проекта, этого гранта, да? Когда правовая позиция юриста вашего проекта не нашла понимания в суде? Сколько дел проиграно? По-просторечище сказано будет. Ну, скажем так, я вам полностью не могу классифицировать цифру. Это коммерческая тайна? Коммерческая тайна, скажем, ну, это статистика таковая. Но одновременно с этим, даже если такие случаи случались, мы не бросаем, скажем, человека. Мы подаем в апелляционную инстанцию и вплоть до дальше, если требуется. То есть, да, непосредственно выигранные дела у нас имеются, на которые просто подают апелляционную жалобу. Оппоненты, будем так говорить, да? Ну, хорошо, а сейчас давайте вернемся к основной, в общем-то, идее этой программки нашей, программы в программе, да? То есть, правовой пропаганде. И начнем мы, пожалуй, с вопросов гражданства. Они с 2014 года превалировали во всех наших программах, так или иначе. Вот с них и начнем. Можно ли иностранцу сегодня получить российское гражданство, не отказываясь при этом от полученного уже однажды или дважды? Скажем так, такое предложение содержится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2020, а также в плановом периоде 2021 и 2022 годов. Это вариант изменения правил предоставления российского гражданства. Также обсуждался и был одобрен в конце сентября на заседании Совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав. Ну, сегодня действующим законодательством предусмотрено, что при получении в общем порядке иностранными гражданами российского гражданства необходимо подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в полномоченный орган другого государства и получить согласие. Отказ, единственное, не требуется в случаях, если получение гражданства в упрощенном порядке, а также если со страной заявителя имеется соответствующий договор международный на двойное гражданство. Ну-ка, да, действительно, конституционные права здесь немножко хромали, ибо конституция в императивном порядке не запрещает двойное гражданство. Россия, наша страна, в целях, наверное, технологических прорывов тоже скупает мозги. Я позволю такую фигуру речи, да, в этом месяце изменился, а лучше, наверное, сказать, улучшился, да, или упростился порядок получения российского гражданства квалифицированными работниками. Вот немножечко поподробнее. Да, действительно, со 2 октября минимальный срок работы в России, дающий квалифицированному иностранному работнику право на получение в упрощенном порядке российского гражданства, сократился с 3 лет до 1 года. И также Минтруд расширил список профессий, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. А для чего это сделано? У нас не хватает высококвалифицированных рабочих рук? Ваше мнение. Ну, я думаю, что, скорее всего, это упростило просто процедуру именно получения гражданства лицам, а не из-за того, что не хватает рук. Это сделано для лиц, которые хотят получить гражданство, но из позиции того, что необходимо проработать только 3 года, а потом только оформлять все это. Ну, это затрудняло всю процедуру и более нагружало непосредственно работу, я так думаю, органов определенных. Хорошо, вот мы сегодня часто вспоминаем правительство, с начала нашей беседы, с начала нашей работы в эфире, да? И вот еще одну инициативу они поддержали, то есть предоставление украинцам, белорусам статуса носителя русского языка. Меня интересует не политический аспект больше, а правовой, да? Какие правовые последствия можно ожидать и что дает это белорусам и украинцам? Действительно, 17 октября правительством был одобрен проект поправок, несенных в закон о гражданстве. А именно на данный момент, для того, чтобы иностранные граждане были признаны носителями русского языка по данной программе, им необходимо, помимо подачи заявления, пройти собеседование у комиссии УВД, которая проходится. Скажем, сроки и процедура достаточно тяжелая и затягивает весь процесс признания иностранных граждан носителями русского языка. Ввиду этого, скорее всего, упразднили данный момент и решили, что именно гражданам Украины и Белоруссии будет предоставляться без проведения данного собеседования, а только по подаче заявления, признание их носителем русского языка. То есть они освобождаются от процедуры сдачи экзаменов по русскому языку. Хорошо. И вот, коль мы гражданство коснулись, да, учитывая конституционный постулат на свободу перемещения, да, и не только по территории Российской Федерации, но и за рубежом, позволю себе еще один вопрос, связанный с необходимыми документами для выезда. Вот за гранд-паспорт всегда было получить, ну как, несложно, но муторно, да, так скажем. Что-то изменится вот с порядком, с процедурой его получения в нынешнем или в следующем году? Слухи ходят давно об этом. Да, планируется до конца 2019 года оборудовать многофункциональные центры такими некими криптокабинами, через которые для получения, точнее, этого паспорта нового образца, человеку необходимо написать заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ, после чего он получит индивидуальный штрих-код, которым необходимо будет пройти в данную криптокабину и просканировать его. Далее, следуя инструкции, потребуется сдать биометрические данные, а именно это изображение лица, отпечатки пальцев и предъявить для сканирования российский паспорт. Ну, по результатам отслеживать можно на портале госуслуги. Хорошо, на этом выпуск очередной программы Совета юристов завершен. Ну, а мы продолжаем нашу работу уже в прямом эфире программы «За и против». Номер нашего телефона, эта информация для телезрителей не изменился, 54-62-72. Звоните, задавайте свои вопросы, можете принять участие, в принципе, в нашей беседе. Хорошо, Министерство юстиции, такой довольно сильный орган, допустим, Пятой Республики, у нас тоже набирает, по-моему, силу, да, потому что вот, ну, инициативы законодательные постоянно оттуда мы слышим. Значит, на сей раз Минюст опять грозит злостным неплательщиков алиментов, да? Да. Что за законопроект ожидает вот этих хронических должников? Ну, скажем так, данный законопроект направлен на закрытие лазейки для таких нерадивых родителей, которые изредка перечисляют своим детям минимальные какие-то символические выплаты, дабы избежать в дальнейшем административной и последующем уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. То есть, если ранее судам необходимо было установить факт, имеется ли уклонение, либо нет, то сейчас достаточно самой просрочки выплаты по алиментам. Для того, чтобы для начала... Полной суммы или нет? Неполной суммы. Неполной суммы. Нет, неполной суммы. Существует прожиточный минимум на ребенка, и в любом случае можно подать в твердоденежной сумме фиксированной, как и в принципе в процентах, в зависимости от решения суда. Да, совершенно верно. Но данная выплата алиментов не может составлять, скажем так, тысяча рублей в месяц на ребенка, поскольку это в первую очередь нарушает права ребенка, и как минимум просто со стороны родителя это неправильно. Поэтому, дабы не было таких уклонителей, решили сделать в два этапа, а именно для начала человек, который уклоняется, привлекается по Кодексу об административных правонарушениях административной ответственности, в случае дальнейшего игнорирования и неоплаты, и накопления задолженности по выплате по алиментам, человек привлекается уже непосредственно по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну и в принципе это соответствует и актам международного права, вспоминая на лету статью третью, Конвенция о правах ребенка, все наши государственные органы, и судебные в том числе, принимают решения исключительно в интересах ребенка. И это правильно. Я думаю, что Минюст действует и в рамках этого международного акта. Анна Сверин, бывает, что, в общем-то, право собственности, ну, не совсем или совсем не радует такого правообладателя, да? Речь сейчас пойдет о собственниках ветхого жилья, ну, у которых, если оно ветхое, да, не было средств на ремонт, а тем более нет средств на покупку новой крыши над головой. Вот что за инициативу в этой связи предложил Минск? Рой Российской Федерации? Ведомство предлагает дать региональным властям право... А у меня будет еще один коварный вопрос. Хорошо, хорошо. Право устанавливать дополнительные меры поддержки владельцев аварийных квартир, но при условии, что такая квартира в аварийном доме является единственным жильем человека. Жильем, да. Естественно. За счет средств фонда содержания реформирования ЖКХ собственникам жилья в аварийных домах могут предоставляться дополнительные выплаты или по оформлению льготной ипотеки. Хорошо. Ну, Минстрой хорошо принимает такие решения, да, или вносит такие предложения. Да. Но Минстрой обозначил, кто же за это все удовольствие будет платить. Местный и бюджет. Местный, да. Да, вот в том-то и дело, да. Ну, у нас регионов хороших, да, акцептов очень мало. Там 89% это, извините меня, все-таки регионы небогатые, да, скажем так. Вот найдутся ли в местных бюджетах эти деньги? Ведь речь идет, ну, наверное, если взять по стране, о весьма великих суммах. Ну, само собой, что здесь немаленькие суммы, и будет видно, как подействует, будет, точнее, реализовываться данное предложение. И я так понимаю, что, скорее всего, это будет уклон на льготную ипотеку. Вы не думаете, что это норма, если даже она появится в законодательстве, и будет мертвая? У нас таких норм много, которые есть, но не работают. Вполне возможно, потому что, если брать данную ситуацию, касаемо, вот, даже не аварийного жилья, а, ну, допустим, изъятия, да, для государственных муниципальных нужд, в законодательстве предусматривается то, что предоставление иного, аналогичного жилья, правильно? Но при этом у нас ответы поступают, по которым, к сожалению, сейчас в строительстве, ну, точнее, на территории города Севастополя не проводится строительство и нет возможности, ввиду чего делают в виде денежных компенсаций, выдачу денег людям, по, скажем так, оценкам, которые, ну, человек не совсем может на авторичном, либо первичном рынке приобрести себе за эту сумму. Изъятие, что вы же согласитесь со мной, производится по решению суда, да, вот, а здесь то решение суда не надо будет, вот, я не знаю, как эти люди будут добиваться, я так думал, с чем сравнить, да, слушая ваш ответ, на мой язык, выристый вопрос, и вспомнил, что у нас вот из, ну, так назовем ее, льготную категорию получателей социального жилья, да, сироты, а их 308, а получают, извините меня, вот, ну, они как бы в очередности стоят, хотя очереди не может быть взагали, а получают, извините, десяток другой квартир, и когда эта очередь исчезнет, я не думаю, что владельцы... Проблема, я думаю, она не будет устранена такими поправками, ну, поживем. Так это, в общем-то, не инициатива, скорее всего, да, не нормотворчество, а пиар какой-то. Вот такое предположение у меня появилось после... Я думаю, это стоит задать вопрос Минстроя. Минстроя, да, Минстроя, ну, да. Хорошо. Вступившие в силу новые положения Гражданского кодекса, на мой взгляд, мало обрадуют еще одних должников. У нас не только по элементам много должников в стране, ну, и, так сказать, внутренних в рамках ТСН, в дачных кооперативах и так далее. Вот что теперь ждет, ждет таких хронических должников, садоводов, дачников и тому подобное? Эту категорию, да? Ну, в общем, действительно, очень долгое время, я думаю, так, председатели правления садовых товариществ ожидали внесения норм, изменений, точнее, в Гражданский процессуальный кодекс, поскольку должников действительно очень много, вот приходят, обращаются к нам и председатели ТСНов, как образумить наших членов садового товарищества. И как взыскать долги. И как взыскать с них эти задолженности, да. Не отключать же, скажем так, жизнеслабжающиеся ресурсы. Нет, отключают, не являясь неправомерно, совершенно верно. Не будут брать ключи в газ, помните? Ранее приходилось подавать в суд в исковом порядке, взыскивать через приставов. Сейчас упростилось, то есть правление может обратиться в суд заявлением о выдаче судебного приказа к мировому суде. То есть упрощенная процедура. Да. И с данным решением, данное решение, точнее, направляется в банк, и с должника будет списано либо со счета, либо с карты данная сумма задолженности. А если эта сумма превышает 50 тысяч? У нас сейчас ввиду изменений... Сейчас мы коснемся, коснемся. Рассматривают до 100 тысяч. А если больше 100 тысяч, то в районный суд, пожалуйте. Понятно. Хорошо. Теперь давайте, наверное, перейдем, может быть, для граждан пока еще не злободневной темы, ну, все-таки, так называемая малая судебная реформа. Или вот у меня были здесь в гостях недавно руководители, значит, адвокатской палаты, они называют это, значит, эволюцией законодательства процессуального, да? Да. Ну, как хотите, так и называйте, но с 1 октября вот новые изменения в законодательстве, в том числе и процессуально вступили в силу. Вот новые требования к представителям сторон, вы охарактеризуете, что же там за требования новые появились? Они, на ваш взгляд, это второй будет вопрос, да? Они, на ваш взгляд, облегчили ли доступность к правосудию граждан наших? Любая судебная реформа должна быть направлена на это. На доступность и защиту прав, да? Это 58 статья. Совершенно верно. Но одновременно с тем, где-то, конечно, и коллеги, мы тоже обсуждаем среди коллег эти изменения с 1 октября, которые, собственно говоря, вступили в законную силу, где-то эти изменения направлены действительно на улучшение так называемой юридической защиты прав человека, где-то они не очень удобны. Вот, например, что касаемо представительства интересов в суде, да, то здесь, я считаю, вполне актуально то, что представителями теперь могут быть, представлять интересы, точнее, граждан могут только при наличии диплома о высшем юридическом образовании и доверенности. Доверенность – это в случае, если без доверителя участие в суде принимается. Также у нас никто не отменял часть 6 статьи 53 ГПК, которая позволяет по устному заявлению самого непосредственно ИСА допустить по устному ходатайству в качестве его представителя юриста. Но вот насчет диплома я абсолютно согласна, потому что бывает такое, что люди обращаются к своим знакомым, и те, не имея даже близко никакого представления. Вот мне далеко ходить не надо, у меня на личном примере, буквально пару дней назад был иск в нашу пользу, слава богу, но там было вообще очень, ну, я считаю, что это клоунада. Человек привел три представителя, без высшего образования ни у одного не было, и они просто затягивали рассмотрение процесса, и это было не нужно, то есть в итоге они не выиграли дело, но затянули нам рассмотрение, которое можно было в рамках данного дела рассмотреть за 15 минут, мы его рассматривали порядка 3,5 часа. То есть это работа суда нагружается. Если человек грамотно, лаконично, по сути, все излагает, конечно. Судей может и не выводит. Да выводит, выводит. По крайней мере, суды это терпит. Хотя, с другой стороны, я сегодня тоже был на одном из судебных заседаний, и пошутил там в кулуарах, и скоро придется все свои дипломы носить, чтобы представить интересы кого-либо. Ну, в общем-то, мы сейчас так и носим. Хорошо, но новые требования существуют, опять же, с 1 октября, и в оформлении заявлений, исков, исковых заявлений. Вот это я считаю, конечно, неположительным изменением, на самом деле, потому что упреждает процедуру. Объясню теперь, по сути, что изменилось. Теперь рисковые заявления, как и в арбитражном процессе, иску необходимо направить по почте всем лицам, участвующим в деле, с приложением копии документов. При этом документ, подтверждающий отправку почтовую, с описью, необходимо приложить к иску и направить непосредственно, сдать в суд. То есть, если ранее суды сами, мы сдавали в канцелярию почту лиц с копией приложения документов, и суды сами направляли сторонам, то сейчас истец или его представитель должен, скажем так, потратить больше времени, потому что необходимо пойти на почту, это отправить, еще приложить, еще съездить в суд и это все сдать. И как бы дождаться. Ну, тут трактуется немножко... Вот понимаете... Затягивание времени. Да, да, господин Лебедев, он облегчил, значит... Жизнь суда. Да, жизнь суда. Да, не людям. Нагрузку на судей. Но надо же было так составлять эту важную статью, да, это 312... О, нет, стоп, стоп. Стоп, не буду сейчас, могу запутаться, да. И вот туда вбить одно только средство доставки, да, почтовое отправление, вы представьте нашу ситуацию, да, 450 садовых товарищей, где живет десятки тысяч живут, десятки тысяч потенциальных ответчиков. А я вам больше чем скажу, доставка почтовая на садовые товарищи не осуществляется. Я ж о чем и говорю, да. Только сегодня столкнулись с доставкой. Да, да, да. А курьерскую почту, курьерскую доставку... Курьеры тоже не все доставляют. Да, да, не все доставляют, и в суде могут просто не принять, потому что закон надо толковать однозначно. Если почтовое отправление, то это значит почта. То есть это даже не электронная почта. Да, да, да. Ну и еще такие... И личное вручение под роспись. Идентификаторы вводятся. Там, правда, есть этот вот... Нам освободили на 180 суток, кстати. Ну, чтобы узнать у ответчика, да, номер паспорта его получения, или номер удостоверения, или... Ну, так задачу ставят. Нет, это норма, на самом деле, мы уже сегодня смотрели данные нормы. Это норма не обязательно в данном случае, если истец не знает этих данных. Достаточно адреса, фамилия, имя, отчество ответчика. Ну, понятно, что идентифицировать и направить куда-то по адресу. Вот я больше чем уверен, что через время, там, через полгода, обобщая судебную практику, пленум Верховного Суда, остановится и на этом вопросе. То есть, на мой взгляд, ну, не прописанная. Вот юридическая техника написать... Совершенно верно. А о чем мы и говорим? О чем мы и говорим? То бишь, вот то, что указано в первых статьях, да, ГПК, Гражданского процессуального кодекса, равность в суде, да, застязательность. Вот мы на первом этапе уже ставим исца в не то положение, как ответчика, да. Собственно, да. Ответчик находится в более благоприятных условиях. Есть у нас еще немножко времени. Как изменилось... Минута? Ой, мало. Две минуты. Но успеем, да, как изменилось, опять же, в процессуальном кодексе сроки, в течение которых нужно подать заявление о возмещении судебных расходов, чтобы не потерять эти деньги. Раньше было хорошо, было судам. Раньше их не установлены. Да, да, нет, но общий срок. И применяли общие, да. Да, да, три года и все, можно в любое время. А сейчас установили, извините, в течение трех месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу. Законную силу. Хорошо. И еще, вот мы касались вопроса рассмотрения дел мировыми судьями. Да, где теперь можно разрешить спор, допустим, в рамках того же закон о защите прав потребителей, сумма опять не превышает 100 тысяч. Да, не превышает. В мировом суде? В мировом суде. Совершенно верно. Если бы было раньше до 50 тысяч, то сейчас увеличили до 100. Хорошо. Ну и пару слов, что у вас на ближайшую перспективу в этом, по отработке этого гранта. Мы, значит, наш координатор проекта Андрей Владимирович Гефман сейчас пишет на продление данного проекта. Мы планируем далее помогать жителям Севастополя, поскольку все-таки года недостаточно. Дела в судах, сами понимаете, длящийся характер имеют. Естественно. И не все дела мы успели завершить. Есть список незавершенных еще дел в процессе. Поэтому мы хотим, чтобы нам увеличили срок, продлили для дальнейшего оказания помощи лицам, которые действительно нуждаются в правовой помощи и не могут обеспечить себе платные услуги. Как ни странно, но время программы нашей истекло. Я хочу напомнить телезрителям, что это было. Алена Сергеевна Павленко, юрист проекта Весы Фемиды, равные гарантии защиты прав жителей города Севастополя. Спасибо вам и до встречи через месяц. А у нас на сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя и особенно берегите своих близких. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok